Привет, народ! С вами Фенаргот. Что же, буквально неделю назад состоялся релиз игры Half-Life Alyx, которую мы стримили, прошли первыми на Твиче среди СНГ стримеров. Концовка есть на моем канале, но сейчас не об этом, потому что до релиза игры Valve сообщили, что они поделятся первыми подробностями о перерождении артефакта после релиза игры. Многие думали, что пройдет месяц, два, там, или три даже. Но нет, прошла неделя, и вот они, первые подробности об этом. Собственно, вы оперативнее всего можете об этом узнавать в нашем сообществе ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Но вот я вам сейчас пройдусь и выскажу свое мнение, собственно, касательно всего этого. На этой неделе мы хотим рассказать, что будет включать в себя бета Artifact 2.0. Действительно, артефакт будет называться Artifact 2.0, и это будет отдельная игра. Об этом вы сейчас узнаете. Сперва мы сосредоточились на изменениях геймплея. Тут Valve поделились только одним изменением. То есть теперь, отдалив обзор, игроки получают доступ ко всем трём линиям сразу. То есть вы сможете разыгрывать существенно на нескольких линиях одновременно. Также использовать сплы и так далее. Понятно, что большинство эффектов все еще применяются на отдельной линии и не меняют свою суть. Но вероятность того, что игрок останется без вариантов розыгрыша, как это было раньше, стала значительно меньше. Это очень круто, потому что многие жаловались на то, что у тебя набор карт, и, к примеру, ты можешь разыграть только на третьей линии. Первые две ты просто простаиваешь, у тебя маны не тратятся, никакого толку от этого нет. Ты еще машинально можешь отдать инициативу или еще что-то. В общем, это будет переработано. Мы также сосредоточились на том, что игра стала проще для новичков. Мы не продаем карты, поэтому вы не встретите противника с чересчур сильной колодой. Мы также добавили новый режим драфта, геройский драфт, в котором можно попробовать собрать колоду без лишнего напряжения. Вот эти две строчки очень странные, потому что Valve сказали, что мы не продаем карты, но вы ими можете торговаться на торговой площадке. Это очень важный аспект игры, который действительно выделял артефакт среди других коллекционных карточных игр. Вы нигде не можете у кого-то купить карту. Тут же можно. И это странно, потому что говорят, что вы не встретите противника с чересчур сильной колодой. Возможно, будут какие-то ограничения на продажу, но вот непонятно. Новый режим драфта пока непонятно. Называется геройский драфт, а вот каковы его детали тут не написано. Бета будет новым приложением и доступ к ней получат отдельные аккаунты. Мы сообщим вам подробности, когда будем готовы отправить приглашение. Текущий план тестирования всего скучного. Мы находимся здесь, на данной стадии. Рассылка приглашений, начиная с владельцев изначальной версии. И наращивая объемы, как это было с Dota 2. Собственно, понятно, что в основном бету будут получать те, кто играли в артефакт как можно раньше. Скорее всего, приоритет будут иметь те, у кого была бета, собственно, самого артефакта. Если вы помните, за несколько дней до релиза был доступ у большого числа людей, у которых были всякие коды с выставок и так далее. До этого были еще другие тестеры, которых выбирали сами Valve. Собственно, наверное, эти люди получат приоритет. Работа над бетой и постепенный переход к открытой бете и выход из бета. Надеемся, он случится быстрее, чем у Dota 2. Да, Dota 2 до сих пор не вышла из беты. И вот ответы на частые вопросы. Тут очень важно кое-что выслушать. Я не играл в изначальную версию игры. Если я куплю ее сейчас, я смогу попасть в бету? Нет. Собственно, тут Valve подтверждает, что они дают предпочтение именно тем, кто до этого играл в игру. Поэтому нет смысла сейчас бежать в Steam и покупать игру. Если я играл в изначальную игру, будет ли у меня доступ к ее статистике, картам, колодам и прочему? В новой версии карты открываются в процессе игры. Скорее всего, это будет прогресс-система, как в том же Legends of Runeterra, где у вас викли сундуки. Плюс вы получаете награды за определенные регионы и прочее. Вероятно, отдельные карты будут изменены, удалены или полностью переработаны. Поэтому старые колоды и статистика будут неактуальны. Собственно, важен вопрос, что будет со старыми картами. Тут ничего Valve об этом не сказали. Но логично, что если у вас были какие-то хорошие карты, их удалят или переработают, что-то с ними сделают. Наверняка у вас будет возможность избавиться от них за максимальную цену, которая на них была за какой-то промежуток. Собственно, Valve уже так делали, когда выпускали первый балансный патч в артефакте. Скорее всего, так и будет. Поэтому нет смысла сейчас бежать на торговую площадку и продавать ваши текущие карты. Это очень важно. Смогу ли я покупать карты и комплекты в бете? Собственно, у Valve есть несколько идей, как они хотят сделать монетизацию. Но это точно не будут карты или комплекты. Скорее всего, Valve будут продавать какие-нибудь боевые пропуска, которые будут увеличивать, собственно, оборот ваших карт. Мой кот любит нажимать на клавиши на клавиатуре. И поэтому это будет, опять же, такая прогрессив система, но с донатом. Я представитель пресса, знаменитый стример, влиятельный человек, профессиональный геймер и так далее. Смогу ли я попасть в бету? К сожалению, Valve пишет, что выбор участников будет по большей части случайным. Поэтому пишут, может быть, а может и нет. Но Valve давно пора согласиться с тем, что им нужно как-то игру рекламировать, приглашать как можно больше инфлюенсеров, стримеров и так далее. Так что я думаю, что Valve изменит этот подход и отнесутся к нему все-таки с пониманием и с высокой важностью. Потому что, знаете, платить только представителям Beyond the Summit, C-Rexion Slacks и так далее, чтобы пиарить свою игру, не самая лучшая идея. Потому что C-Rexion Slacks знаменит только на просторах Доты. Кто вообще о нем знает из обычных игроков Hearthstone, Quint, Legends of Runeterra и MTG? Никто. Вам нужно привлекать, собственно, стримеров из этих дисциплин. И не только иностранных, также и русскоязычных и прочее. Вы же хотите захватить рынок по всему миру. Поэтому, я думаю, тут что-то будет изменено. Вот как-то так. Собственно, высказывайте свои мнения в комментариях. С вами был Фенаргот и ждем, ждем артефакта. Да, и ни в коем случае не болейте. Хорошего вам здоровья и вашим близким. До скорых встреч.